Добрый день, уважаемые родители! Продолжаем разговор по поводу массажа. И к предыдущему комплексу я, честно говоря, очень надеюсь, что вы начали заниматься своим малышом. И мы добавляем следующее упражнение. Вот смотрите, интересно у нас получается, достаточно большой комплекс. Поэтому надо находить время и заниматься с ребенком к каждому вашему сеансу, добавляя новые массажные движения, новые упражнения. Потому что организм ребенка развивается целиком и развивается гармонично. Поэтому мы должны помогать и осуществлять работу над всеми мышцами и всеми частями тела ребенка. Сегодня мы с вами начинаем говорить о проблемах, вернее, не о проблемах, а об укреплении мышц живота. Очень важна структура у маленького ребенка. Сейчас вы поймете, почему мышцы живота являются наравне с мышцами спины, являются основными структурами, которые позволяют ребенку осуществлять движение, скажем так, вовремя. И движение направлено на то, чтобы сесть, чтобы встать, чтобы начать ползать. Это как раз тот мышцный корсет, который позволяет ребенку это сделать. Итак, значит, мы занимаемся вопросами поглаживания массажем живота. Движения осуществляются плавно, по часовой стрелке. Круговые движения, которые мы достаточно сильно проминаем, надавливая на живот, ослабляя давление. Во-первых, мы не трогаем область паха, туда не доходим. Самый нижний критерий – это лонное сочленение. То есть, там, где заканчивается таз. И второе – мы очень мягко и очень плавно проходим район правого подреберья. Почему? Потому что там располагается печень. Лишнее воздействие на печень у малыша, оно не полезно, так скажем. Поэтому движение мы осуществляем от левого подреберья вниз по часовой стрелке, легко проходя правое подреберье. И дальше осуществляем движение надавливания. И вот эти упражнения, они не только, эти массажные движения вернее, они не только укрепляют мышечную стенку живота, а мышцы, напоминаю, там идут прямые и косые. И мышцы живота начинаются от спины. Поэтому, возвращаясь к прошлому занятию, прорабатывая спину, мы, в свою очередь, тоже начинаем работать с мышцами живота. Поэтому это движение является как бы продолжением. Причем, процедура вот такие движения по часовой стрелке, здесь не надо крутить обратно, по часовой стрелке мы работаем, и максимальное количество движений за одну, за один сеанс, это пять раз. Больше не надо этого делать. Опять же, начинаем где-то с двух раз, заканчиваем, потом увеличиваем до трех, четырех и максимум до пяти. Значит, следующее массажное движение мы осуществляем встречным. Смотрите, одна рука идет по часовой стрелке, другая рука идет против. Вот они соединяются и дальше вниз опускаются вдоль белой линии. Белая линия – это линия, которая видна. Вот она проходит посередине через пупок, проходит такая полоска, где нет мышц, где связки сухожилия соединяются друг с другом. Поэтому она белая, потому что мышцы сами по себе красные и розовые, а эта линия, когда хирурги, патологи, ананатомы открывают тело человека, то увидели, что это линия другого цвета. Ее так и назвали белая линия. Поэтому, да, соединяем. Первое движение мы делаем вот так, по часовой стрелке. Второе движение мы делаем навстречу, опуская две руки. Можно одну положить на другую вниз по белой линии. Поэтому можно делать так, можно делать попеременно. Правая, левая, начинать лучше слева. Левая, правая, левая, правая, левая, правая. Да, провели, опустили вниз опять. Левая, правая, левая, правая. Пять раз мы это делаем, вот, и попеременно осуществляем такие движения. Причем, я вам хочу сказать, что эти массажные движения мышц живота, первое и второе, они оказывают полезное действие свое не только для укрепления мышц живота, но и при различных каких-то изменениях или нарушениях работы кишечника ребенка. При запорах, метеоризме, то есть отхождении газов дополнительно, при каких-то кишечных инфекциях, для улучшения перистальтики движения работы кишечника, это, эти упражнения, очень хорошо. Иногда не нужно никаких дополнительных мероприятий проводить. Вот такие массажные движения, с одной стороны, они улучшают уже ситуацию, когда она есть, а с другой стороны, они являются профилактическими мерой для того, чтобы, вот, как бы, профилактика запоров и других нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Теперь я вам покажу упражнения, пары упражнений для укрепления мышц живота. Это упражнение надо осуществлять, надо делать для укрепления мышц, тогда ваш ребенок очень быстро сядет. Причем эти упражнения мы делаем не только тогда, когда он начинает садиться, но и гораздо раньше. Значит, посмотрите, первое упражнение, как-то мы уже его касались, вы даете большие пальцы, заводите на кисть внутрь, на ладони ребенка, он их обхватывает рефлекторно. Четыре пальца располагаются на лучезапястном суставе. И дальше вы осуществляете движение, поднимаете. Опять же, вы очень жестко фиксируете лучезапястный сустав. Поднимаете ребенка, он сам, держась за ваши пальцы, пытается поднимать, ну, не садите, поднимаете где-то на уровень 75 градусов примерно, да, то есть большой угол, вот, да, и опускаете, поднимаете и опускаете. То есть происходит такое качание, да, вот, не до конца мышцы работают. Значит, тоже делаете до пяти раз такое движение, потом дайте ребенку отдохнуть, и нужно повторить два-три раза, да, то есть сделали пять раз, положили, отдохнули. Следующее упражнение, которое вы берете, ребенок лежит к вам лицом, значит, руки подводите, посмотрите, как лежат руки, руки лежат так, чтобы лопаточки лежали на ладонях, а пальцами вы удерживаете шею до затылка. Если короткие пальцы или маленькая ладошка у вас, то пальцы оставьте в районе затылка, а ладонь, ну, где ляжет, там и ляжет, да, и дальше посмотрите, вы осуществляете вот такое движение тоже. Вы начинаете его сажать, но не сажаете до конца, а раскачиваете, да, поднимая. И вот посмотрите, что происходит. Я вам покажу с этой стороны. Вот вы начинаете качать, и, соответственно, пресс ребенка начинает активно работать. Это упражнение сильно укрепляет мышцы живота, и ребенок готовится практически к тому, чтобы сесть. Вы начнете делать, вы почувствуете, что активность ребенка очень быстро возрастает. И прежде чем мы перейдем к следующему моменту, я хочу сказать вам следующее. Как только вы начнете делать массаж, делать упражнения, ваш ребенок начнет достаточно быстро крепнуть, и объем движения его улучшится. И вот я хочу вас предостеречь и обратить ваше внимание на следующий момент. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка на незащищенной поверхности. На высокой, на столе, на кровати. Даже если эта кровать широкая, ребенок до какого-то момента практически лежал и не осуществлял никаких движений. Потому что вы даже не поймете, в какой момент ребенок начнет, скажем, переворачиваться или активно двигаться и упадет. Поэтому я сталкивался с такими случаями в своей практике, когда случалось падение ребенка с высоты. И начинаешь спрашивать мама, ну как же так? Она говорит, ну он же не двигался практически. Я не могла подумать, что он уже вдруг так быстро начнет переворачиваться, перекручиваться и доползет там до края и кувырнется. Это может наступить совершенно неожиданно. Почему? Потому что мышцы ребенка начинают активно работать, начинают укрепляться и объем движения резко увеличивается. Поэтому приучайте себя к определенному правилу. Ни в коем случае не оставлять одного ребенка на той поверхности, с которой он может упасть. То есть это либо он должен лежать на полу, либо на кроватке-коляске, где есть высокие спинки, ограда, чтобы он через нее не перебрался. Это я говорю о маленьком ребенке несколько месяцев. Потом, когда он начнет вставать и так далее, там другие меры безопасности. Мы об этом поговорим позже. Поэтому будьте очень внимательны. И ссылка на то, что вот он какое-то время там лежал, не двигался, и это не сработает. Вы можете получить очень серьезные проблемы исключительно из-за вашей невнимательности или, ну, скажем так, определенной безалаберности. Поэтому будьте осторожны, особенно в случае, если вы осуществляете массаж и гимнастику ребенку, потому что это очень сильно укрепляет. По поводу следующих движений мы с вами поговорим на наших будущих встречах. Поэтому ждите наших новых записей, следите за ними, старайтесь применить то, что я вам рассказываю. А пока я с вами прощаюсь. До свидания. Будьте здоровы. Хорошего вам настроения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...